Итак, главное, что производит в нас дух уныния, есть то, что он разленивает, отдел отбивает и праздности научает. Почему и противодействие ему главное будет – не уступай, сиди за делом. В этом отношении мы можем принять как порчевательный рецепт от уныния то, что святой Павел писал к Солунянам о труде. Молю вас, братья, любезно прилежать и безмолвствовать, и делать дело своими руками. И говорит, любезно прилежать и безмолвствовать. То есть есть хлеб свой в молчании, пребывайте безмолвно в своих теле, чтобы от разных мол, которых нельзя миновать праздноходящему туда и сюда, не потерять своего покоя внутреннего и не начать потом причинять такое же беспокойство и другим. «Делать свое, то есть увлекаясь любопытством, не старайтесь узнавать о делах мира и разведывать о поведении разных братьев, чтобы вместо попечения об исправлении себя самих и ревнования стяжания добродетели, не навыкнуть проживать время свое на осуждение и оклеветание братьев. Делать дело своими руками, то есть сидя в келье, прилежите рукоделию». Этим от всех он самую возможность того, от чего перед этим отклонял. «Кто любит сидеть за работой, тому некогда ходить туда и сюда, разведывать чужие дела, вмешиваться в них и пересуждать их». Во втором же послании к тем же Солунянам он к этому прибавляет, «Повелеваем во братья о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучаясь вам от всякого брата бесчинно ходящего, а не по преданию, которое приняли от нас». 3.6. Здесь уже не молит, а повелевает, и не голым словом, а именем Господа нашего Иисуса Христа, давая разуметь, что это неотложная заповедь. Из дальнейшей речи видно, что это и есть заповедь о труде, чуждающейся которого не должен быть терпим в обществе христианском. 4.7. Итак, он повелевает удаляться от тех, которые не хотят трудиться, а отсекать их, как члены, поврежденные расплевающей праздностью, чтобы болезнь ничего не делания, как смертоносная зараза, не прилипла к здоровым членам тела. И в этом уже было сильное побуждение к трудолюбию, но он еще более усиливает его, ставя им себя в пример, которому они подражать должны. 5.7. «Мы, – говорит, – живя у вас, ни у кого не ели хлеба, даром, хотя Господь проповедующим Евангелие повелел есть от благовестия, когда таким образом и тот, кто проповедовал Евангелие, совершал столь высокое духовное дело, даром не принимал пищи. То что скажем в оправдании своей лености мы, которым не только не поручена никакая проповедь слова, но и никакой другой заботы не заповедана, кроме попечения об одной душе своей? В какой надежде мы осмелимся с праздными руками даром есть хлеб, которого сосуд избранный, обязанный заботами о проповеди Евангелия, не дозволял себе есть ни от труда рук своих? Чтобы не показалось, впрочем, что его собственный пример исключительный и предлагается не как образец для подражания всем, апостол внушает, что не один он так поступал, но и все бывшие с ним, то есть Силой, Тимофей, которые это пишут с ним, занимались тоже трудами рук, чтобы не вздумал, кто уклонился о подражании его примеру, представляя, что они все работали молча, не имея намерения дать пример, обязывающий и нас к труду. Он сказывает, что они имели власть не работать и работали, дабы дать образец вам, чтобы были подобны нам, чтобы, если словесные учения, часто влагаемые ваши уши, забудете, по крайней мере, примеры наши, представленные очам вашим, вы удержали в памяти. Наконец, после стольких убеждений, апостол употребляет в отношении к ним уже не совет учителя или врача, но авторитет апостольской власти, говоря, «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Это приговор на предполагаемых или предвидимых презирателей всей заповеди, изрекаемый в седалище апостольского суда. 115. И в послании кефисянам апостол об этом самом труде предписывал, говоря, «Кто крал, впредь не клади, но лучше трудись, сделай своими руками, дабы было еще подавать нуждающимся». 4.28. Также в деяниях апостольских находим, что он не только учил этому, но и сам действовал так. Ибо когда он пришел в Каринф, то не захотел остановиться в другом месте, а у Акилы и Прискилы, потому что они были мастера того же ремесла, каким он сам обыкновенно занимался. «С очевидным намерением работать с ними вместе». Деяние 18.1. Потом, когда плывя в Иерусалим, останавливался он в Милите, то, послав оттуда в Ефес, призвал к себе пресвитеров Ефесской церкви. И давая им наставление, как в его отсутствие управлять церковью Божией, говорил, что ни денег, ни одежд он от них не искал, что нужным его и сущим с ним послужили собственные его руки, и что делал это он для того, чтобы показать, что так, трудясь, надлежит помогать неимущим, помня заповедь самого Господа, что блажение и давать, нежели принимать. Так, давая пример трудолюбия, он вместе научает, что помогает нуждающимся помогать лучше из приобретенного потовым трудом, нежели из того, что иным каким путем попадает в руки. Если же так действует и монах, то он тогда украшен, бывает, двоякой добродетелью, отвержением всех веществ и жевает в совершенную нищету Христову и своим трудом и расположением показывает щедрость богатого, почитая Бога от своих праведных трудов и принося ему жертву от плодов своей правды. Египетские отцы никак не позволяют монахам быть праздными, особенно молодым, рачительностью к труду измеряя состояние сердца и меру приспияния в терпении и смирении. Они не только ничего не принимают для употребления на свое пропитание, но и от своих трудов питают приходящих братьев и странников и посылают в места Ливии, бедствующие от бесплодия и голода. Также и в города, томимым, в грязных темницах, доставляют большое количество пищи всякого рода, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих они переносят приятную Господу жертву. На этот предмет у древних отцов Египта составилась еще и такая поговорка «Работающего монаха искушает один бес, а на празднование нападает бесчисленное множество бесов». «Когда я, начав жить в пустыне, сказал Аве Моисея Ливийскому, его первое и второе беседование, что вчера был я крайне расслаблен недугом уныния и не мог иначе освободиться от него, как сходивший к Аве Павлу. Нет, ты не освободил себя от него, сказал он мне, но более показал себя ему преданным и покорным, ибо после оно сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца, увидев, как ты с первой схватки дал себя победить и тотчас убежал с поля брани, как только, если не решился ты, в другие раза вступать в борьбу с этим врагом, не начав отражать его жаркие нападения оставлением келии или погружением в сон, но побеждать его терпением и противоборством. Так опытом доказалось, что не бежать надо от натиска уныния, уклоняясь от борьбы с ним, а побеждать, мужественно сопротивляясь ему. Ж. Борьба с духом тщеславия. Седьмая брань предлежит нам с духом тщеславия, разновидным, изменчивым и тонким, так что с самыми острозоркими глазами едва можно не только предостеречься от него, но его рассмотреть и узнать, прочие страсти просто и однообразны, а это многочастно и многообразно, и отовсюду и со всех сторон встречает воина, и когда он еще борется, и когда уже является победителем. Ибо она покушается уязвить воина Христовой одеждой, и статности, и походкой, и голосом, и работой, и бдениями, и постами, и молитвой, и уединением, и чтением, и познаниями, и молчаливостей, и повиновением, и смирением, и благодушием, и как некий опаснейший камень подводный, покрытый вздымающимися волнами, в то время как не опасается причинять внезапно бедственное кораблекрушение плывущим при благополучном ветре. Итак, желающему идти царским путем с оружием правды в левой и правой руке, должно по апостольскому учению ровно проходить, славой и бесчестием, при порицаниях и при похвалах, и с крайней осторожностью направлять свои шести путем добродетелю среди вздымающихся волн искушений, под управлением рассуждений и веянием Духа Господня, зная, что как скоро мы хоть немного уклонимся направо или налево, то тотчас разобьемся о гибельные подводные скалы. Почему и слышим от премудрого Соломонова вещание «не уклонись ни направо, ни налево»? 34, 27. То есть не льсти себе из-за добродетелей и духовными успехами своими не превозносись, равно как и уклоняясь налево из стези устрастей, «не ищи по апостолу себя от них славы в срамоте твоей». Дьявол, в ком не мог породить тщеславие благообразием статной и блестящей одежды, в том пытается сесть его одеждой неуклюжей, неопрятной и нищенской. Кого не мог вернуть в эту страсть честью, того подбивает на нее уничижением. Кого не мог заставить превозноситься много знанием и умением красноговорить, у того вызывает его важничание в молчании. Если кто явно постится, то тревожен бывает с суетной славой, а если кто из презрения к такой славе станет скрывать пост, то терпит нападение от самовозношения, чтобы не запятнаться прирожением тщеславия, иное избегает совершать долгие молитвы на виду у братьев, но начав упражняться в них тайно, никого не имея свидетелем такого делания, не избегает он трубления перед собою. Прекрасно наши старцы изображают свойства этой доблести, болести, сравнивая ее с луком и чесноком, которые по снятию одного покрова оказываются опять покрытыми другим таким же, и сколько раз не снимая покровов, они все оказываются покрытыми. 120. Оно не перестает преследовать даже и того, кто, бегая слава, укрывается в пустыне от всякого общения с смертными. И чем дальше кто убегает от мира, тем ожесточеннее оно нападает на него. И живущих же в обителях, иного покушается оно вернуть превозношение тем, что он более всех терпелив в деле и труде, другого тем, что он более всех скор на послушание, иного тем, что он превосходит всех других смирением, иной искушается этим по причине обширности познаний, иной по причине долгого сидения за чтением, иной по причине длительности бдений. И всякого эта болезнь усиливается уязвить собственными его добродетелями, в том устрояя притыкание на пагубу, чем снизкиваются плоды жизни. Так и желающих проходить путь благочестия и совершенства, враги-новетники нигде-нибудь скрывают все эти прелести, как на том же пути, по которому они шествуют по изречению блаженного Давида. На пути, по которому я ходил, скрыли сеть мне. Солом 141.4, чтобы мы, на том именно самом пути добродетели, которым течем, стремясь к почести Вышнего звания, превознесшись своими успехами, спотыкались и, запутавшись в сети тщеславия, падали, имея связанными ноги души своей. Таким образом и бывает, что тогда, как остаемся мы непобежденными нападением противника, бываем побеждаемы высотой нашего над ним торжества. 121. Все другие страсти, будучи преодолеваемы, убидают, и, будучи побеждаемы, с каждым днем становится все слабее. Также под влиянием места или времени истощаются, они истихают, или всячески по причине их раздора с противоположными их добродетелями. Удобнее бывает предостерегаться от них и избегать их. Но эта, будучи поражена, с большим ожесточением восстает на брань. И когда почитается испустивший дух, через смерть свою делается еще более живой, здоровой и мощной. Прочие страсти тиранствуют только над теми, которых победили в борьбе. А эта победителей своих еще ожесточеннее теснит. И чем сильнее была поражена, тем чрезмернее борет с помыслом возношения по случаю победы над собою. В том особенно и видится тонкая хитрость врага, что по его козням воин Христов падает от собственных стрел, после того, как сам он не мог его победить своими вражескими оружиями. Прочие страсти, как мы сказали, успокаиваются под влиянием иной местности, и также стихают и истощаются при удалении предмета греха, или удобства к нему и повода. А эта проникает в пустыню, с убегающим туда от нее, и никакой местности не боится, равно как не изнемогает и от удаления с глаз предмета, потому что она почерпает мужество не где-то, как из успехов добродетели того самого, на кого нападает. Прочие страсти, как мы сказали, там впереди, с продолжением времени иногда смягчаются и исчезают. А эта долговременность не только не вредит, но еще более собирает пищи для ее суетности. Наконец, прочие страсти, как состоящие в раздоре с противоположными им добродетелями и воюющие открыто, как в ясный день легче побеждают и удобнее предостерегаться от них. А эта, протеснившись между добродетелями и смешавшись с нашим войском, сражается как бы в темную ночь и тем жесточая прельщает, что не ожидает и не опасается ее нападения. Считаем, что Езекия, царь иудейский, муж совершенной праведности во всем, а одной стрелой возношения был не зложен. И кто одной молитвой мог испросить избиение 185 тысяч астерийского войска, тот побежден суетным славолюбием, кто после определения Божьим назначенного предела жизни и дня смерти по своей молитве удостоен продления жизни еще на 15 лет, с удостоверением в том, что через возвращение солнца на 10 ступеней, тот после такого свидетельства о своей добродетели, такого знамения Божия к нему благоволения, заодно при возношении возмечтания о себе все потерял. И не только себя, но и весь народ свой подверг гневу Божию, и такому гневу, что когда, смирившись, стал умолять Бога со всем народом своим, то мог и спросить только то, чтобы гнев тот не пришел во дни его. 4-я царств, 22-я, 2-я паралипоменон, 32-я глава. «Та гибельна и тяжко грешна страсть превозношения» – 125. «Озия, прадед упомянутого царя, также восхваленный свидетельством священного писания, когда после многих добродетелей, многих первохвальных дел и учреждений ко благу народа превознесся тщеславным высокоумием и обиде Господа Бога своего, неугодным ему делом, тотчас не спал с высоты славы своей и казнен проказою». 2-й паралипоменон, 26. Вот и другой пример тяжкого падения. Видите отсюда, как пагубны бывают счастливые успехи, когда при них не блюдут себя от счастлавия и превозношения, и, как в таком случае, такие себе невнемлющие и неблюдущиеся, не бывают сокрушены в трудных обстоятельствах, жесточайше поражаются по поводу преодоления их, избегая опасности смерти во время брани, падают по поводу торжества и побед. Почему апостол увещевает, не тщеславьтесь, и Господь, обличая фарисеев, говорит, «Как можете вы веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы, которую от единого Бога не ищете?» Таких и блаженный Давид с угрозой говорит таким, «Бог рассыпет кости человеку угодников», Псалом 52, 6. «Счастлавие новоначальных и тех, которые мало еще преуспели в добродетелях и в ведении духовном, обыкновенно превозносят или за тон голоса, то есть приятнее других поют, или за то, что они тощи плотью, или красивы телом, или что имеют родителей богатых и благородных, или что презрели военные службы и почести. Иному оно внушает, что если бы остался он в мире, то легко стяжал бы и почести, и богатство, хотя он никогда и не мог бы их достигнуть, надымая его таким образом принесением в жертву безвестных надежд и заставляя тщеславиться оставлением того, чем никогда не владел. На иного напускает оно желание священства или дьяконства, рисуя ему в мысли, что он с такой святостью и строгостью исполнял бы тогда свое дело, что и прочим священникам мог бы послужить примером святости, а кроме того, многим доставил бы пользуясь своим поведением и сказыванием по учению. Иногда и того, кто живет в пустыне или уединенничает с кельей, заставляет оно мечтать в уме своем, будто он обходит домы разных лиц и монастырей и действием своих воображенных убеждений, многих обращает на путь должной жизни. И водится таким образом бедная душа туда и сюда, такой суетностью, бредя, как бы в глубоком сне и увлеченной сладости таких помышлений и такими мечтами исполненной, большей частью бывает не в состоянии замечать ни своих действий, ни присутствие братья, если бы они в самом деле были перед глазами, будучи все сладостно вся погружена, как в истинно происходящее, в то, чем не спя бредит, как во сне, в блуждании помыслов своих. Помнишь, что когда я жил в пустыне в Скиске, один старец, придя в теле одного брата для посещения его, услышал, что тот внутри что-то говорит и приостановился, желая узнать, что такое читает он из священного писания, или на память что прочитывает, как там есть обычаи делать это за работой. Приложив поближе ухо, благочестивый наблюдатель услышал, что брат будто в церкви предлагает поучение народу. Это значило, что он духом тщеславия обощенной представлял себя иереем и исполнял мечтательно лежавшее на нем дело. Подождав еще немного, старец услышал, что брат кончил поучение и переменив должность, будто уже в стане диакона, начал возглашать оглашение из идите. Старец постучал в дверь. Врат, вышедший, встретил его с обычной почтительностью, вводя внутрь, спрашивал, давно ли он пришел, делая вид, что беспокоится. Не долго ли пришлось ему стоять вне? И не потерпел ли он от этого чего неприятного? На деле же совести угрызаемы за свои мечты и за то, что делал вследствие их. Старец ласково ответил, я только что пришел, как ты возглашал оглашение из идите. Сто тридцать, семьдесят девять. Это здесь поместить, а потому что он нужен, чтобы мы, имея перед очами полное изображение, с какой силой и в каком порядке нападает на нас страсти, которыми бедная душа бывает терзаема, могли бы быть более внимательны к себе и через то удобнее избегать сетей из-за падения вражеских. Так и египетские отцы поступают. Они не колеблясь, все подобное износят на среду и рассказами своими о других и о себе, как бы и они все еще испытывали то, о чем рассказывают, раскрывают и обнажают перед юными монахами борение всех страстей. И такие, какие уже претерпевают эти юные, и такие, какие еще иметь претерпевать, чтобы через такое изложение ими обольщение всех страстей, горящие духовно-начальные познали секреты настоящих своих браний и, видя их как в зеркале, уразумевали как причины борющих их страстей, так и средства против них. Относительно же будущих бранных схваток, прежде чем они придут наперед, знали, как предостерегаться от них, как выступать против нападающих и как сражаться с ними, как искуснейшие из врачей имеют обыкновение не только настоящей болезни врачевать, но и будущим по своей прозорливой опытности противодействовать, предупреждая их предостерегательными наставлениями или целительными питьями. Так и эти истиннейшие врачи душ духовным своим наставлением, как бы неким противоядием, антидотом, наперед убивая болезни сердец, какие имели бы возникнуть, не дают им юнеть в душах юных иноков, открывая им причины нападения страстей и целительные против них средства. Воин Христов, желающий законоподвизаться истинным духовным подвигом, всеми мерами должен стараться победить этого многообразного и разновидного зверя. И, во-первых, мы можем избежать самой встречи с этой многочастной, отсюда против нас готовой выбежать непотребностью, если, содержа в мысли оное давидское изречение, Господь рассыпет кости человеку угодников. Ничем не будем позволять себе делать ничего или предпринимать с тщеславным намерением стяжать суетную славу. Потом, сделанное с добрым начинанием, надо бы нам усиливаться и сохранить подобным же добрым блюдением, что после того не прокралась болезнь тщеславия и не опустошила плодов всех трудов наших. Так же, что в поведении братья не принято в общей обычаи и не делается всеми, то со всем старанием надо отклонять, как дело хвастливое, и того, что может сделать нас заметными среди других, и что, поскольку мы одни то делаем, может стяжать нам славу у людей и всячески избегать. Этими себя высказываниями наиболее обнаружится, что к нам пристала смертельная зараза тщеславия. Чего, однако, мы могли бы избежать, если бы содержали в мысли, что не только совсем потеряем плод трудов наших, какие поднимаем тщеславным намерением, но и виновными сделаемся в большем преступлении. И как святотатцы должны будем понесть вечные муки, так как к оскорблению Бога восхотели людей делать дело, которое должны были делать для Него, и через то людей предпочли Богу и славу мира, славе Божией, как обличит нас тогда ведущий сокровенное Бог. З. Борьба с духом гордости. Книга 12, 132. Восьмая и последняя брань предлежит нам с духом гордости. Страсть это, хотя в порядке изображения борений со страстями полагается последнюю, но поначалу времени есть первое. Это самый свирепый и самый неукротимый зверь, нападающий особенно на совершенных и с лютым грызением пожирающий их, когда они достигают почти уже самой вершины добродетелей. Гордости два рода. Первый тот, которым, как сказали мы, поражается мужи высокой духовной жизни, а другой захватывает новоначальных и плоских. И хотя оба эти рода гордости воздымает пагубное возношение как перед Богом, так и перед людьми, однако же тот первый прямо относится к Богу, а второй, собственно, касается людей. Начало этой последней, и средства против нее мы исследуем, если Бог даст, в последних главах этой книги. А теперь о той первой, которой искушаются, как мы выше сказали, преимущественно совершенные. Намерение у нас есть немного порассудить. Нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели и так обнажала и лишала человека всякой праведности и святости, как эта злая гордость. Она, как всеобъемлющая некая зараза, не довольствуется расслаблением одного какого члена или одной части, но все тело повреждает смертельным расстройством и стоящих уже на высоте добродетелей покушается низвергнуть крайне тяжким падением и сгубить. Всякая другая страсть довольствуется своими пределами и своей целью. И хотя тревожит и другие добродетели, однако же против одной главным образом направляется. Ее преимущественно теснит и на нее нападает. Так, чего угодит, то есть страсть к многоедении или сладкоедении портит строгое воздержание. Похоть оскверняет чистоту, гнев прогоняет терпение. Так что иногда преданная одной какой-либо страсти не совсем бывает чужд других добродетелей. Но по сгублению той одной добродетели, которая падает от ревниво вооружавшейся против ней противоположной ей страсти, прочее может хотя отчасти удерживать. А это, коль скоро овладеет бедной душой, то как какой-нибудь свирепиш и тиран по взятии самой верхней крепости добродетелей смирения, весь их город до основания разрушает и разоряет. Высокие некогда стены святости сравняв и смешав с землей пороков, никакому уже потом знаку свободы в душе ему покоренной не попускает он остаться. Чем более богатый пленит он душу, тем более тяжкому игу рабства подвергает ее, обнажив от всего имущества добродетелей с жесточайшим ограблением. 135. Желаешь ли точнее узнать меру силы этого жесточайшего тирана? Приведем себе на память, как такой ангел, которого за чрезмерность его блеска и красоты назвали лицефиером, низвергнут с неба ни за другое, что как за эту страсть, и как он и зеленой стрелой гордости из такого высшего чина блаженных ангелов не спал в преисподнюю. Итак, если такую бесплодную силу украшенную, бесплодную силу украшенную столь значительными преимуществами, а одно возношение сердца могло не зринуть с неба на землю, то с какой бдительностью надо бы остерегаться этого нам, обреченным бренной плотью. Это показывает великость того разрушительного падения. А как нам избежать пагубнейшей заразы этой страсти? Этому можем научиться, проследив начало и причины сказанного падения. Ибо нельзя врачевать какую-либо немощь или определять лекарство против каких-либо болезней, если наперед внимательным изысканием не будут исследованы их начало и причины. Этот архангел, одеянный божественной светлости, сияя более других высших сил по щедрадательности Создателя, возомнил, что этим блеском премудрости этой красотой добродетели, какими украшался по благодати Творца, обладает он естественными своими силами, а не по великой даровитости Божией. И, вознесшись по этой причине, почел себя равным Богу, как ни в чем не имеющий нужды подобно Богу, как будто для пребывания в такой чистоте не имел он нужды в божественной помощи. Так всецело положился на силу своего свободного произволения, веря, что ею одной будет ему в избытке доставляемо все потребное для полного совершенства в добродетелях и для непрерывности верховного блаженства. Это одно помышление сделало за него первой причиной пагубного падения. За нею, будучи оставлен Богом, в котором почел себя не имеющим нужды, и тотчас сделавшись от того неустойчивым и влающимся, колеблющимся, он и немощность собственной своей природы почувствовал, и блаженство, которым по дару Божию наслаждался, потерял. Так, поскольку возлюбил глаголы потопные, в которых величаясь говорил, зайду на небо, Исаии 14, 13, и язык льстив, которым себя обмануя говорил, буду подобен Всевышнему, как потом обманул Адама и Еву, внушаем, будете как боги, то вот ему приговор, посему Бог разгрушит тебя до конца, исторнит тебя и переселит тебя от места твоего, узрят праведно и убоятся, и о нем восмеются и скажут, вот человек, который не в Боге полагал помощника себе, но уповал на множество богатства своего, и возмог суетой с своей. Салом 51, 6, последние слова, вот человек, весьма справедливо могут быть обращаемы к тем, которые надеются достигнуть высшего блага безбожья, покрова и помощи. Вот причина первого падения и начала главной страсти, которая потом через того, кто первый был ей уязвлен, вкравшись в первозданного, произрастила все множество страстей. вкравшись вкравшись вкравшись